начну я как положено так что-то не переключается как обычно давайте так будем переключать значит обычно мы всегда говорим о том что есть некий конфликт интересов но поскольку это многолетняя очень работа да то я позволил себе выстроить основных участников просто в алфавитном порядке без указания пальцем где кто в чем принимал участие тем больше некоторые компании в данном докладе вообще не упоминаются тем не менее они как бы так сказать входят в общую вот картину обсуждаемые проблемы и поэтому я думаю что здесь надо их все-таки вспомнить и написать ну честно говоря здесь нет компании которые исчезли за это время потому что например компания санафи поглотила компания рон пуленко ровер с которым мы начинали работать поэтому теперь одна компания передавшие там получивший от них препарат ну в общем некоторые нюансы существуют так кнопочки меня так и не хотят нажиматься но неважно короче говоря вот эта история с тромбоэмболии легочной артерии она такая довольно долгая для меня личная история потому что я в ней так и иначе принимал косвенную прямую часть очень много лет где-то в середине 80-х годов стали обсуждать применение тромболизиса и даже сотрудник отца с 2 больницы мпс ушел в 4 управление создал там некую лабораторию в кунцевую которая занималась тромболизм при тромбоэмболии потом зинастия сломанович баркаган объяснил всем что все идиоты он любил на него слово такое было что тромб не тромб а эмбол невозможно разрушить снаружи поливая его стрептокиназа или там потом актилизой потому что там тромболизис идет за счет того активатора плазминогена который оказался внутри и поэтому эффективность тромболизиса на который все очень уповали это было прямо вот номер один технологии показалось не очень высокой и в общем то ну так развивается наука мы тут ничего не можем сделать и в общем эта идея с подведением тромболитика прямо непосредственно с помощью катетера к месту повреждения к месту локализации тромбоэмбола оказалась не очень высокой в середине восьмидесятых годов я прекрасно помню выступление виктор савельевича савельева тогда но относительно молодого профессора ну с моей сегодняшней позиции точно молодого как он на терапевтическом обществе рассказывал свои достижения по кава фильтр по установке фильтра в полувену это был тоже ну если хотите технологический прорыв сегодня мы от него ушли но это же все-таки другие годы поэтому сейчас мы наверное должны об этом вспомнить и где-то в конце 90-х годов мы начали создавать первый протокол по профилактике тромбоэмболии с применением низкомолекулярных гепаринов у нас на тот момент было два препарата низкомолекулярных гепаринов и мы стали этот вопрос очень активно поднимать главный толкатер всего конечно был звен Сламанш Баркаган но я у него в подмастерьях и мы столкнулись здесь не случайно колесница изображена мы столкнулись довольно большим сопротивлением со стороны хирургического лобби лобби это было во главе с виктором Сергеевичем Савельевым он главным был так сказать в этой части и было связано но не с тем что мы наступили на какие-то хирургические проблемы а с тем что мы наступили на проблемы дозировок лекарственных препаратов то есть они были ангажированы клексаном и указывали в два раза меньшую дозировку препаратов и рассказываешь она эффективная Зеной Сламанш Баркагану в данном случае я им конечно доверял поскольку у меня собственных данных не было и мы потом просто проводили специальный поиск литературный Зеной Сламанш Баркаган утверждал что нужна в два раза больше доза при этом фраксипарин в наших клинических рекомендациях он был в нормальной дозе и в общем был конфликт конфликт был я вам скажу физически потому что Виктор Сергеевич человек был достаточно жесткий я совершенно никаких только претензий друзья мои я вам рассказываю историю понимаете как как это выглядело я с огромным уважением отношусь к профессору академику Савельеву но тем не менее однажды в кабинете первого заместителя министра Анатолий Ивановича Вялкова он набросился на меня с кулаками и нет до драки не дошло но угрозу я почувствовал я был молодым человеком он уже достаточно остепененным вот ну ничего мы в результате вышло две рекомендации одна была наш протокол клинический а второй был сделан вот группой Савельева и Ко И вот наш протокол за эти годы мы много лет на него потратили потому что мы дожимали вот этот вопрос дозировками низкомолекулярных гепаринов нам нужны были доказательства тогда это не было так просто как сейчас нажал кнопку в интернете получил ответ на все вопросы Да нам приходилось тогда достаточно много смотреть литературу листать ее и в общем-то мы нашли убедительные доказательства того что дозы должны быть адекватными Вот и поэтому наш протокол вышел только в 2003 году хотя начали мне кажется мы начали где-то в конце 99 года делать ну вот несколько лет ушло Затем была вторая итерация в виде ГОСТа там уже все было поспокойнее полегче без всяких каких-то конфликтов больших и следующий раз мы переделывали почему ГОСТ потому что новое законодательство вышло о том что отраслевые стандарты утрачивают силы только государственные стандарты будут работать ну нам пришлось вот переделывать наш документ под эти требования И в 2015 году мы выпустили третью итерацию уже называлась она профилактика тромбоэмболических синдромов а не просто тромбоэмболии левочной артерии и с тех пор вот существует такая такой документ в виде государственного стандарта Рабочая группа конечно к этому моменту расширилась уже и здесь были представители и гемцентра но правда гемцентр с самого начала работал с нами это была как бы так сказать дополнительная сила И центр Алмазова и институт неврологии и значит ну клиника Савельева к тому времени по моему его уже не было на этом свете естественно продолжатель дела Баркогана Андрей Павлович Мамот ну и так далее и так далее то есть вы видите достаточно много людей Дмитрий Алексеевич Сычев который сейчас возглавляет институт усовершенствования врачей Очень много делал Валентин Борисович Яковлев много писал по теме тромбоэмболии левочной артерии Он работал в главном военном госпитале имени Николая Ильича Бурденко Вот ну в общем вот такая разношерстная немножко компания но обращаю ваше внимание что компания все-таки ближе или больше терапевтическая чем хирургическая Хотя вроде бы изначально тромбоэмболии левочной артерии это была тема именно хирургическая Мне честно говоря не очень понятно почему но тем не менее так уж было А здесь вот такая немножко трагическая страница всего этого рассказа моего исторического Которая связана со следующим Вот академик Виктор Глагорский реаниматолог Участник нашей разработки первой разработки Умер от тромбоэмболии после травмы операции Насколько я понимаю профилактика не проводилась Жена Зинаи Сламон Чебаркагана Проектор Идмихаловна которую я прекрасно знал Умерла после операции плановой И по-моему ей тоже не проводилась профилактика тромбоэмболии Это вообще ужасно когда сами люди которые создают эти все вещи Они же этого не делают Академик Владимир Владимирович Федоров Ну он сам не участвовал в разработке Но тем не менее его команда Командовая института сосудистых хирургов Так или иначе участвовала Умер от тромбоэмболии на трапе самолета Ну видимо тоже никакой профилактики не было И наконец вот недавняя потеря Правда она к нам может быть не имеет прямого отношения Потому что в разработке этого протокола она не участвовала Профессор Стаховская Людмила Витальевна Она умерла вскоре после прививки от ковида Тоже от тромбоэмболии лёгочной артерии Естественно я не всех Ну это люди с которыми я был знаком И с кем ну так или иначе мы взаимодействовали По поводу тромбоэмболизма в целом Ну если про известных людей говорить То тут конечно просто очень много погибших Именно от тромбоэмболии лёгочной артерии Это достаточно частая ситуация во всём мире И в общем это действительно Ну если не бич нашей современной медицины То очень высокая частота именно тромбоэмболии И я как раз очень горжусь тем Что мы эту тему подняли Подняли на щит Подняли в нашей стране За рубежом там без нас обошлись как-то А вот в России мы её очень серьёзно стали развивать И за эти годы я считаю Что нам удалось очень многое сделать в этом отношении Особенности тромбоэмболии лёгочной артерии Стоят в том, что большая часть их не распознаётся Во-первых, очень низкая частота вскрытия Как правило, не проводится тщательно исследование лёгочных артерий Тромбоэмболы могут лизироваться за время хранения тела За 2-3 суток Вполне там уже может ничего не оставаться И на вскрытии ничего нет Очень часто бессимптомные формы заболевания Когда мы видим какую-то вторичную патологию Например, воспаление лёгких А считаем, что это воспаление лёгких А это на самом деле тромбоэмболия Тромбоэмболия Очень часто тромбоэмболия похожа на другие заболевания Ну, в частности, на острый инфаркт миокарда К сожалению, инструментальные методы До сих пор не имеют повсеместного распространения И не всегда мы можем поставить своевременный диагноз Венозные тромбозы инструментально очень трудно определимы Почему-то все считают, что тромбоз глубоких вен Нижних конечностей взял УЗИ, сделал, посмотрел Да ничего подобного Вот, и поэтому мы говорим о том, что тромбоэмболизм по-прежнему Трудно диагностируется, высоко распространён И имеет высокий процент смертности и инвалидизации Поэтому заниматься этой проблемой мы будем и дальше С 2004 года появился термин Венозный тромбоэмболизм Он пришёл на место тромбоэмболии лёгочной артерии И включает в себя три таких состояния, как тромбоэмболии лёгочных артерий И тромбоз подкожных вен Или тромбофлебит подкожных вен Ну, есть ссылка, авторство, как бы всё тут в этом плане нормально Какие опасности тромбоэмболических синдромов? Во-первых, летальный исход, конечно, то, что больше всего боятся Но это, видимо, всё-таки верхушка айсберга И не самая частая ситуация Хроническая постэмболическая лёгочная гипертензия Думаю, что она встречается гораздо чаще, чем мы её знаем Также сердечно-лёгочная недостаточность Пневмония, в том числе, застойная Это тема отдельного исследования И мне кажется, что до сих пор оно так и не выполнено Потому что мы всё время говорим, мол, это застойная пневмония На самом деле, скорее всего, речь идёт о том, что подсыпает тромбо в лёгкие И на этом месте развивается аталектаза с последующим нагноением И, наконец, посттромботическая болезнь От хронической венозной недостаточности, от трофические язвы Всё это тоже не добавляет людям счастья Естественно, возникает вопрос Уже сегодня-то точно этот вопрос возникает Почему в тромбоэмболизм не включены тромбоз ушка левого предсердия Это тоже тромбоэмболизм Тромбоэмболии мозговых артерий Которые называются инсультом ишемическим И тромбоэмболии иных артерий, которых довольно много Хотя встречаются, видимо, они, ну, диагностируются, скажем так Видимо, они не очень часто Но думаю, что они тоже могут добавлять своих симптомов и инвалидизации Вот, поэтому я хочу сказать, что сейчас, когда мы в эпоху ковида оказались То, конечно, мы видим, что активация свёртывания – это реакция абсолютно универсальная И поэтому мы видим различные совершенно эмболии и тромбозы Тромбоз баткиари, например, который вообще встречается крайне редко И он вдруг полез на фоне, ну, в частности, прививок Хотя и на фоне самого ковида тоже он достаточно много сейчас встречается Почему мы говорим о том, что тромбозы сердца Тоже должны быть отнесены к теме венозного тромбоза Кстати, меня тут спрашивают, почему часы у меня на 10 минут раньше Они у меня так установлены Мы спешим жить, на 10 минут раньше живём Имейте в виду, что это не задержка, а передача А это просто часы у меня так стоят Так вот, эндокард состоит из тех же самых слоёв, из которых состоят вены Эпителиальные, мышечные, соединительные тканы И там нету каркаса, такого каркаса, как есть в артериях Мы не знаем про тросклеротическое поражение сосудистой стенки в эндокарде Ну, практически не знаем Там бывают склеротические изменения Но всё-таки это не атеросклероз в том виде, в котором мы к нему привыкли в артериях Опять же, проблемы диагностики То, что я уже говорил, что на ультразвуке не видно на ногах И в малом тазо Также не видно и в ушке левого предсердия Если мы даже делаем через пищеводное эхо И то не всегда далеко, не всегда можно найти там тромбы Ну, а раз ничего не видно, так и не назначают антикоагулянты У нас же много людей, которые требуют Вы нам покажите, вы нам докажите Разговор о том, что есть патогенез, есть картина, совпадающая Образ болезни И что назначение профилактических мероприятий Чаще всего должно быть именно в статусе патогенетическом Этих людей не убеждают Вы нам дайте анализ Ну, где же мы всем возьмём анализ Ну, и, наконец, ещё одна тема Это инфицируемость тромбов Это запуск общевоспалительной реакции С гиперкогляционным синдромом С ДВС С раскачиванием системы гемостаза Всё это характерно и для вен, и для сердца Как происходит тромбообразование? Ну, вот это очень интересная работа были в Гурье Который показал Вот здесь хорошо видно На самом деле Сейчас я попробую стрелочкой показать Вот видите, это стеноз, да? Вот идёт кровоток И вот за кровотоком, за стенозом появляется облачко тромбоза Не на стенозе Нам все говорят, ну, стеноз это же Нет, ничего подобного Не на стенозе И потом снизу это облачко начинает расти, расти, расти И в конечном счёте затыкает просвет То есть это, в общем-то, такая интересная история Поэтому тромбозы, они растут не в месте повреждения, а в других местах Ну, возвращаясь к нашему протоколу Вот его название Официальная первая страница Он введён в действие с 2016 года Я на всякий случай обращаю внимание, что это официальные документы И они вполне легко могут быть использованы в суде В отличие от многих документов нашего любимого Минздрава Который, так сказать, да, вот если кто-то хочет посмотреть Видите, у меня какая чашечка Специально для Минздрава Вот Многие документы Минздрава не имеют такой юридической силы, как ГОСТы Они, правда, тоже носят рекомендательный характер Но рекомендательный характер – это одно А наличие или отсутствие документа – это совсем другое И, соответственно, проведение или не проведение медицинских технологий Это, в общем, вполне может быть осуждено Ну, факторы риска Стандартные – это обусловленные операции Потому что это всё идёт от хирургической тактики Определены состоянием больного Возраст заболеваний и так далее И идиопатические В частности, генетические нарушения свёртвания крови Это ещё, значит, там половина, 25% в половину Это диссертация Насколько это всё справедливо, я, честно говоря, не уверен Потому что мы, как минимум, видим Вклад в тромбоэмболизм инфекций И бактериальных, и вирусных И видим, что это реализуется через систему свёртывания Активации свёртывания крови Через ДВС-синдром Диссинированное внутрисосудистые свёртывания крови Поэтому моё мнение, честно говоря Ну, в терапевтической практике точно Что одно из основных – это именно Инфекционная патология Ну, здесь перечислено по этому ГОСТу Какие факторы риска обусловлены операциям Продолжительность операции Виды операций Расширенные На органах брюшной, грудной клетки и так далее Ну, я не думаю, что на этом нужно задерживаться Это легко, можно всё прочитать В ГОСТе и в других документах Это примерно везде одно и то же Факторы риска обусловлены состоянием больного Ну, во-первых, больные старше 60 лет Более подвержены тромбоэмболическим осложнениям Наличие злокачественных новообразований Проведение химиотерапии Наличие варикозных вен или же тромбозов В анамнезе Параличи и длительной мобилизации больного Гнойные инфекции, обращаю ваше внимание Тромбофилии На мой взгляд, значение тромбофилии Очень сильно преувеличено И сейчас мы уже видим, что это Такая немножко модная тема Но не имеющая большого клинического значения Сахарный диабет Ожирение Приём эстрогенов Особенно в первые 2-3 месяца от начала То есть оказалось, что не сам по себе приём эстрогенов А именно начало приёма эстрогенов Приводит к резкому повышению риска тромбоэмболии О чём я чуть позже скажу Послеродовый период ближайший непосредственно Вирусная респиратомная инфекция Иммобилизация больного Сердечная и лёгочная недостаточность И курение Ну, немножко меньше факторы риска инсульта Тоже есть всякие шкалы Шкала такая, шкала сякая Вот На мой взгляд, здесь требуется хороший пересмотр Потому что нарушение липидного обмена Мне кажется, не очень большое значение Имеет для развития тромбоэмболического синдрома И попадания тромба из ушка предсердия в мозг Ну, тем не менее И опять же, здесь вы видите И инфекции есть, и оральные контрацептивы есть То есть, в общем-то, здесь определённые вещи есть Другое дело, что У тромботических инсультов Там же не только тромбоэмболии из предсердия Там тромбоэмболия идёт из Сонной артерии Покрытой бляшкой большой То есть, там есть дополнительные факторы Но, тем не менее, мне кажется, что мы сейчас Уже располагаем новыми знаниями И постепенно эти факторы требуют пересмотра Конечно, я ещё раз подчёркиваю Недооценена инфекция как фактор риска тромбоэмболизма Бактериальная инфекция – это внешний путь активации через фактор 3 Тканевой тромбопластина Точнее, аналоги тканевого тромбопластина Потому что они содержатся в бактериях И выбрасываются из бактерий при воспалении Вирусная инфекция Преимущественно внутренний путь активации Через 12-й фактор Всё гораздо спокойнее 12-й фактор такой Путь внутренний, он долгий Менее активный, чем фактор 3 Здесь идёт и повреждение эндотелия С развитием каскады целых реакций И иммунные комплексы И, собственно, воспаление Ну и все инфекции, естественно Дополнительно обладают ещё активацией макрофагов И массивным некрозом клеток То есть здесь есть общие механизмы, естественно Ну и мы с Андреем Ивановичем, с отцом обсуждали И Зиной Соломоновичем Много раз обсуждали эту тему Как инфекция является риском тромбоэмболизма Риском развития различных нарушений гемостаза Которые в конечном счёте реализуются именно тромбозами Ну, эта схема, мы чуть позже к ней ещё будем возвращаться Она очень примитивная, очень простенькая такая Но здесь вот показано, да, что вирусная инфекция Это преимущественно активация по внутреннему пути А бактериальная инфекция по внешнему пути И здесь вы видите, вот от коневого тромбопластина Третий фактор, да Вот он весь путь-то Вот седьмой фактор И уже сразу десятый И вот вам тромбин, и вот вам фибриноген То есть тут всего два-три фактора И вы уже сворачиваете полностью кровь Ну, заодно напомню, что Дэдимер образуется в результате разрушения фибрина Это не фактор свёртывания Это фактор фибринолиза, да Фибринолиз под действием плазмина Приводит к образованию Дэдимера, продуктов деградации фибрина Которые, в свою очередь, могут останавливать процесс свёртывания А РФМК, которые мы сейчас очень активно стали исследовать Они как раз являются фактором образования фибриногена Перехода фибриногена в фибрин То есть они как раз являются свидетелями того, что происходит с свёртыванием Внутренний путь, вы видите Двенадцатый, одиннадцатый, девятый Все они активируются друг за другом Опять же, тут седьмой появляется фактор И вот только тогда они доходят до десятого Ну и дальше весь этот путь И здесь, на вот этом этапе внутреннего пути Вы видите, как действует антистромбин И на двенадцатый, и на одиннадцатый, и на девятый фактор А на внешнем пути он действует только на десятом факторе На десятый А-фактор Ну и на второй То есть антитромбин может очень сильно влиять Вот на этот внутренний путь свёртывания крови Значит, ну естественно, что у каждого больного Персонально должна быть оценена степень риска развития тромбоэмболии Это важнейший элемент всей системы И мы должны понимать, что терапия может различаться В зависимости от степени риска Ну вот несколько лет назад В рамках ещё работы в ЦКБ РАН Мы сделали такую простую систему Для автоматизированной истории болезни Такой калькулятор, если хотите Где были факторы риска занесены Да, и система самостоятельно давала ответ на то, есть или нет предоперационный риск тромбоэмболии лёгочной артерии Вот, ну и соответственно, тут вот виды операции вы видите И вот, соответственно, средняя, высокая или низкая система Она вычислялась Степень риска, она вычислялась автоматически И врач получал сразу эту информацию Я хочу сказать, что я сейчас пытаюсь вспомнить сколько лет этой системе Но боюсь, что ей больше Сильно больше 10 лет уже То есть это, конечно, не современная система искусственного интеллекта Но она работала Наверное, я надеюсь, работает до сих пор Профилактические мероприятия проводятся у всех больных Которые относятся к группам риска Объём профилактики обусловлен на самой степени риска И пока есть риск, проводится профилактика тромбоэмболических состояний Ну, для ортопедии считалось Это 35 дней Хотя сроки постепенно растут для инсульта Это пожизненно Вот Значит, для ковида пока точных данных нет установленных Но так вот, американцы писали об этом Ну, мы тоже примерно этой же позиции придержимся Хотя специально не исследовали Что минимум 2 недели после исчезновения симптомов болезни Необходимо проводить профилактику тромбоэмболизма Профилактика состоит в следующем Что немедикаментозно Это ранняя активация после операции Это специальное компрессионное бельё Включая эластичные бинты Носки, чулки и всякое прочее И кава-фильтр Но к кава-фильтру отношение поменялось И сейчас к кава-фильтр относится к средствам Которые используются только при неэффективности Настойчивой антикоагулянтной профилактики То есть это не средство выбора Это средство, я бы сказал, отчаяния И, наконец, медикаментозная профилактика Здесь только антикоагулянты Это либо прямые антикоагулянты Нефракционирный гепарин Низкомолекулярные гепарины И новые оральные прямые антикоагулянты Ну и, естественно, остаётся варфарин Непрямой антикоагулянт От него мы пока никуда не денемся Потому что он дешёвый И многие к нему очень позитивно относятся Хотя, мне кажется, что варфарин Всё-таки сейчас очень сильно вытесняется Вот этими новыми оральными Прямыми антикоагулянтами И, ну, даже дело не в цене А в том, что они безопасны А он всё-таки требует и контроля И вызывает достаточно много кровотечения Особенно в условиях нашего полного бесконтроля Потому что он требует постоянного контроля Постоянного мониторинга Вот Ну и продолжая ту же самую вот тему Профилактических мероприятий Здесь вы видите В калькуляторе прямо было указано Какие дозы, каких препаратов назначаются Какой необходим лабораторный контроль Какие немедикаментозные средства Профилактики Всё в полном соответствии С тем ГОСТом, который я вам показываю И врачу, в принципе, думать не надо У него прям готовый шаблон Высокий риск Ну вот это вот, будьте любезны Значит, то-то, то-то и то-то Использовать Это с одной стороны снимает ответственность врача С другой стороны Позволяет врачу не задумываться над мелочами Потому что это рутина Это не требует размышлений Умственных усилий Да нет ничего Всё известно Все риски описаны Они стратифицированы Ну будьте любезны Просто применять ту терапию Которая признана сегодня во всём мире Ну, возвращаясь к этому рисунку Несколько раз я на него повторюсь Сейчас Значит, обращаю ваше внимание Гепарин действует только через антитромбин-3 Он сам по себе как антикоагулянт не работает Значит, у него есть соотношение анти-10А к анти-2А Вот основная точка приложения Его здесь И в основном он действует на второй фактор На тромбин Активированный фактор Низкомлекулярные гепарины Фраксипарин, клексан и фрагмин Вы видите, что у всех у них Немножко другие соотношения По воздействию на На второй фактор На тромбин Они больше действуют как анти-10А Но, как и обычные гепарины, нефракционированные Низкомлекулярные гепарины Тоже требуют обязательного участия антитромбина-3 То есть без антитромбина-3 Их эффективность равна нулю Сегодня очень активно используются большие дозы Прямых антикоагулянтов Гепаринов различных И они, как известно Но это известно уже 40 лет Это такая совсем не новость Они резко снижают Уровень антитромбина-3 При больших дозах Они с ним связываются И элиминируются И поэтому эффективность Больших доз Гепаринов Она не такая хорошая Точнее сказать даже Плохая И это позволило Всем, включая ВОЗ Написать, что Рекомендуется применение Малых доз Профилактических доз Не надо стремиться За большими дозами Не надо стремиться Увеличить время свертывания Как у нас это Любят делать До безумия Это бессмысленно Эффективность клинической Никак не связана С Временем свертывания Ну не важно А ЧТВ сейчас это не принципиально Вот Я об этом утвержу Ну лет 30 точно Но не нахожу большой поддержки К сожалению Но сейчас уже вышли статьи Еще раз повторяю Это уже признано ВОЗ Поэтому здесь я могу Отсылаться К Этим вещам А Рикстра Это была мечта Знавис Ломон Чебаркаган Он так ждал Когда она появится Что она перевернет мир Что она будет воздействовать Напрямую на десятый Активированный фактор Ну В принципе да Она так и воздействует Только опять же Через антистромбин-трипташ Это тоже Хоть и синтетически Но получается Что гепарин И Ну как-то он Революция не сделала А Рикстра Хотя препарат неплохой У него есть Особенность Он не снижает уровень Тромбоцита В отличие от Гепарина Всех остальных И поэтому К нему более ровное отношение С точки зрения Гепарин-индуцированной Тромбоцитопении Но Но тем не менее Он Не стал Принципиально Новым препаратом Значит Здесь вы видите Соотношение 10АК-2А Для разных Гепаринов Вот Это все препараты Которые Относятся К гепаринам Начиная с Фраксипарина Это низкомолекулярный Гепарин Синтетический Препарат И наконец Препараты Новые Оральные антикоагулянты У них четкая Однозначная Точка приложения Если мы говорим Ксорелты Апексабан Это Десятый А-фактор Если мы говорим Прадакса То это Соответственно Тромбин Или второй А-фактор У них Прямо Таргетное Такое Четкое И они Не требуют Для своего Действия Взаимодействия С антитромбином 3 Что собственно На этом рисунке И показано Вы видите Что ксорелты Апексабан Напрямую действует Блокируя Десятый А-фактор Вот Значит Чем Хорош Ксорелта Ну Здесь я Использую инструкцию Обращаю ваше внимание Что это из инструкции Мы с этим не согласны Применяется в одной дось 10 мг Один раз в день Через 6-10 часов После операции Доказана Эффективность Профилактики Тромбоэмболения Ниже Клексана Не вызывает Тромбоцитопения О чем я уже сказал Не повышает Риск Кровотечения Выше чем Клексан И не требует Коррекции При почечной Печеночной Недостаточности У пожилых Что меня здесь Смущает Вот если мы Посмотрим На этот рисунок Я к нему К сожалению Второй раз Не вернусь Поэтому я сейчас Скажу Вот рироксабан Один раз в день Вот 20 мг Там я напомню 10 было И эффективность Ниже Варфарина Ну существенно Ниже Так в полтора раза А вот 15 мг Один раз в день Да почти Не работает Почти не работает А вот еще страшнее 2,5 мг Апексабана То что Направо и налево Сегодня Нам рекомендуют При ковиде Это доза Плацебо Она просто Не работающая Друзья мои Не работающая Я специально Заглянул в это Исследование И там Прямо написано Что мы Использовали 2,5 мг При фибрилляции При церкви Как плацебо Поэтому Я Считаю Что мы Все-таки Должны Использовать Нормальные Дозировки Вот Ну вот Апексабан Тоже по инструкции Я вам еще раз Подтверждаю В инструкции 2,5 мг Два раза в день После операции Тоже не вызывает Тромбоцитопении Не повышает Риск ручения Не требует Коррекции То есть В принципе Они В этом плане Довольно одинаковые Ну и наконец Продакса Это первый препарат Который появился На рынке Он воздействует На тромбин Непосредственно Немножко отличается Да Тоже без антитромбина 3 Как вы видите То есть Напрямую Блокирует Активированный Тромбин Вот У него В инструкции Все гораздо Легче Как ни странно То есть Он Назначается Правда В разных дозах То есть Доза Сначала идет 150 Потом 220 В сутки Применяется Значит Но его нужно Менять Снижать При почечной Печеночной Недостаточности У пожилых И при приеме Аммиадарона Причем Снижать Вы видите Довольно Существенно Надо Значит Профилактика Тромбоэмболения Ниже Клексана Тромбоцитопения Не вызывает И риск Кровотечения Не выше Клексана То есть При сравнении С низкомолекулярными Гепаринами Все Новые Оральные Антикоагулянты Они Ну как минимум Не хуже Чем Базовый Препарат Клексан Ну вот Мы уже Много раз Вот этот Слайд Я его показывал Рассказывал И так далее Значит Вот Эпиксабан Он же Эликвис После операции 2,5 мг Два раза в день При фибрилляции 5 мг Лечебные дозы 10 мг Два раза в сутки То есть В 4 раза больше Ну вот Возникает вопрос Как может В одном случае Работать 2,5 мг А в другом случае 2,5 мг По данным Вот этого Исследования 11-го года Относится К плацебо Ну мне Честно говоря Не очень понятно Я считаю Что это Так быть Не может Либо препарат Работает Либо он не работает Либо он работает Во всех случаях Либо он не работает Нигде Поэтому наша позиция Что 5 мг Два раза в сутки Пожалуйста Если у вас Непосредственно После операции Вы боитесь Кровотечений Ну 2-3 дня Дайте Поменьше Но дальше Все равно Надо переходить На 5 мг Рерксабан Рерксабан Обращаю Ваше внимание Рерксабан Время полужизни От 5-9 До 12 До 11-12 часов Как он может Работать Раз в сутки Если он Через Полдня Уже В два раза Его меньше Почему У всех препаратов Обращаю Ваше внимание 12-1 часов Да У всех препаратов Одинаковое Время полувыведения Полдня Почему один из них Должен означаться Раз в сутки Мне непонятно Вы меня хоть зарежьте Мы всегда говорили С самого начала Когда начали заниматься Антикоагулянтами Они должны даваться Не просто в дозах Они должны даваться Равномерно И начиная с Низкомолекулярных Гепаринов Гепарин нужно было Либо тетровать Натривенно Круглые сутки Либо добавлять Половину Раз в два Простите Гепарин Раз в четыре Четыре раза в сутки Давали Под кожу живота Для того Чтобы добиться Равномерности Начиная с Низкомолекулярных Гепаринов Их дают Под кожу живота Тоже Два раза в сутки Они имеют Соответствующее Время полужизни Почему оральные Антикоагулянты Нужно давать По-другому Я не понимаю Наша задача Добиться Равномерного Количества Препаратов Крови Ну При кровотечениях Для добегатрана Есть Проксабайт Который В принципе Во многих Больших городах Присутствует Ну а если нет То ничего Да Если нужно срочно Ну во-первых Я напомню Что через полдня Уже Антикоагулянтная Активность Резко падает И кровотечение Вот антикоагулянта Быть не должно Ну а если оно Продолжается Значит Активированный Седьмой фактор Вот Или факторы Протромбинового Комплекса Так называемые Активированные Они присутствуют Ну на крайний случай Просто переливайте Свежезамороженную плазму Потому что Чисто дозозависимый эффект Да Вы разводите препарат И соответственно Добиваете Остановки кровотечения Поэтому эти препараты Они практически безопасны В отличие Опять же От варфарина Потому что варфарин Во-первых Начнем с того Что к нему нет антагониста И витамин К Абсолютно не работает Есть только витамин К1 Который используется В ветеринарии И не разрешен Для применения У людей Вот он работает Но он работает Спустя много-много времени Поэтому Ну вот Остановка При варфариновой Передозировке Она гораздо более неприятна Хотя тоже Можно переливать плазму Вводить Седьмой Активированный фактор Поэтому Мы МГНОТ Уже много раз Мы об этом говорили И будем говорить И будем дальше писать Об этом Мы рекомендуем Общественной организации Мы имеем на это Полное право Не соглашаться С теми Документами Которые При регистрации Идут Они кстати Не являются Обязательными Для применения Напомню Это просто Регистрационные документы Апексабан Назначается 5 мг Два раза в сутки Регистрационные документы Регистрационные документы Регистрационные документы Назначается 10 мг Два раза в сутки Однократная Регистрация Регистрационные документы Неэффективны А большая доза 20 мг Она к тому же Еще опасна Геморрагичностью Ну а Добиготран Мы Ну при ковиде Мы Собрали Среднюю дозу 110 мг Два раза в сутки Вот Поэтому Поэтому, в общем-то, вот такие наши рекомендации. Что важно, что новые вот эти препараты, антикоагулянтные, оральные, они не требуют никакого мониторинга показателей свертвой крови. Можно, конечно, смотреть за антидействием активностью, но, во-первых, из них, из трех препаратов только два обладает антидействием активностью, поэтому все равно для третьего это не годится. Ну, а по времени каких-то свертываний, чего бы то ни было, что вы или что хотите, влияние там на тромбоэластограмму, еще какие-то показатели, это все не работает. То есть, если мы что-то видим на тромбоэластограмме, то это вторичные эффекты, которые связаны с улучшением гемостаза, а не как с влиянием препарата на свертывание крови. Это принципиальное отличие от и варфарина, и гепарина. Ну, АК позволяет легко пролонгировать профилактику тромбоэмболии без смены препаратов и бесконечного контроля НМО. Но еще очень важно, что это препараты для амбулаторного лечения. Сейчас очень многие люди почему-то применяют препараты для низкого эквекулярной гепарина в домашних условиях. На мой взгляд, это кошмар и ужас, потому что я вам напомню про гепарин-индуцированную тромбоцит пени, которую никто, конечно, в доме не контролирует, а она может давать геморрагический синдром тяжелый. Во-вторых, это просто могут быть гематомы. Ну и главное, зачем? Эффективность абсолютно идентична вот этим прямым антикоагулянтам, причем они прямо работают по дозировкам. Кстати говоря, то, что я вижу, то, что больные многие говорят, они применяют низкомолекулярные гепарины один раз в сутки. Один раз в сутки они не работают. Они должны применяться два раза в сутки. Значит, ну известно было то, что для, когда мы начинали этим заниматься, об этом разговора не было. Разговор шел о том, что несколько дней после операции нужна профилактика, потом все хорошо. Оказалось, что ничего подобного. Что второй пик приходится на третью неделю после выписки из стационара. И поэтому сейчас после операционной профилактики тромбоэмболизма мы, так сказать, четко все должны понимать, что она должна быть минимум три недели после, две недели после стационара. Вот. Поэтому на самом деле, если вы помните, пока продолжается риск, если он есть, а он может быть связан не только с операцией, но и с дополнительными какими-то факторами, значит лучше, чтобы больные продолжали прием. Ну, при постковидном синдроме у нас довольно много людей, которые уже по много месяцев продолжают прием антикоагулянтов, потому что как только они отменяют антикоагулянты, у них возвращается болезнь. И мы сейчас даже сказали, такой термин выдвинули, зависимость от антикоагулянтов. Ну, может быть он такой не очень красивый звучит, но тем не менее такая ситуация появилась. Ну, с варфарином, еще раз повторюсь, требуется подбор дозы под контролем МНО. Больные выписываются домой, где, конечно, никто им никого МНО не делает регулярно. Дальше, значит, ну, в несколько дней вы сделали МНО, потом получите ответ, потом поменяете дозу. При этом очень много всяких влияний на эффективность варфарина и пищевых, и лекарственных средств, запор, понос. Все это может сопровождаться изменением эффективности, принципиальной эффективности варфарина. Вот. Ну, и есть генетические проблемы, которые тоже у нас не выявляются, хотя они, в принципе, все есть. В России, да, чувствительность к варфарину, она очень сильно может быть повышена, и таким больным в 10 раз ниже должно быть доза. Вот. С другой стороны, 15-20% резистента к варфарину. То есть, в общем-то, варфарин оказался совсем не таким хорошим препаратом, как нам представляется, хотя когда-то мы Зиной Сламончиком даже писали письма в компанию, которая производила варфарин, потому что в России его не было. И умоляли, просили, чтобы в России он появился. Он появился. Ну, вот, с тех пор мы уже с ним пытаемся расстаться. Значит, ну, мы сейчас на переломном моменте, когда мы действительно уходим от одних антикоагулянтов и переходим на другие. Это не такой легкий процесс, как нам кажется. И мы, значит, одна из проблем, это, конечно, кровоточивость, и мы сделали вот такую табличку, шкала МГНОТ. Ну, ее сейчас рассылали нашим участникам разработки рекомендаций по постковиду, потому что та шкала, которая используется, она рассчитана на применение при варфарине. И она явно не удовлетворяет потребностям применения новых оральных антикоагулянтов. Здесь вы видите, что речь идет о наличии непосредственно каких-то кровотечений в ближайшем, так сказать, в ближайшее время наличия пиолонефрита, резкого снижения тромбоцитов, причем, обращаю ваше внимание, что даже меньше 15 не является уж так прямо вот страшным делом, но у нас были больные с 16 тысячами тромбоцитов. Нарушение белково-синтетической недостаточности печени, полостная операция, естественно, хроническое сердечное недостаточности старший возраст, на что указали мне мои коллеги, что это, так сказать, статистически доказанная тема, что чем старше больной, тем выше риск у него кровотечений. Хроническая болезнь почек, ну, все-таки выраженная хроническая болезнь почки, почек, наличие инсульта в анамнезе, и очень важно прием неселективных НПВС, да, на право и на лево у нас больные получают сейчас и аспирин, и не только аспирин, и они могут получать два НПВС легко, и мы поэтому всем больным первое, что мы рекомендуем, это отменить все нестероидные противовоспалительные препараты. Риск кровотечения при их приеме возрастает довольно существенно. Коротко расскажу о случае. Он 12-го года, но от этого не стал менее интересным. Значит, 37 лет, госпитализирована в октябре месяце. Значит, у нее гормональная контрацепция и трогенная тромбофилия, это уже, так сказать, на выходе. Был флотирующий тромб общеподвздошной вены, средняя долевая легочная артерия, рецидивирующая тромбоэмболия в мелких и крупных ветвей легочной артерии, двухсторонняя инфарктная пневмония, приобрит, дыхательная недостаточность, 37 лет только. Имплантация КАО-фильтра от 31-го, 10-го, 12-го. В анамнезе она принимала контрацептивы, получала вагинальные контрацептивы, был перерыв в приеме, незадолго до заболевания снова начала его использовать. 30-го, 07-го летела на самолете более 4-х часов, был эпизод болей в левой половине грудной клетки, при дыхании, толерантность к обычной физической нагрузке, такая стандартная тромбоэмболическая клиника. Конечно, она не обращалась, не лечилась, все оно само по себе прошло. Через 3-2 месяца повторный эпизод болей в левой половине, при дыхании, одышка, температура, всякие скорые помощи, инъекции НПВС, ну и, естественно, НПВС снимали боли, снимали какие-то симптомы. На рентгенограмме 18-го, 10-го признаки сегментарной пневмонии нижней доли с плевритом. Ну и тогда же, собственно говоря, первая госпитализация произошла. В плевральных полостях жидкость, признаков тромбоза нижних конечностей не выявлено, и это было большой проблемой, потому что мы не могли доказать реаниматологам, что это тромбоэмболия, но у нее же нет тромбоза, но мы же УЗИ делали, там ничего нет. Вот, ничего не выявлено, нижняя долевая пневмония. Ну, правда, добились применения ксорелта, правда, однократная доза в сутки, то есть это не так, как мы советуем, два раза в день. Вот, 25-го, 10-го, повторный эпизод тромбоэмболии перевели в хирургический стационар с наличием сосудистой хирургии. Вот, там кликсан пошел, опять же, нет тромбозов, уже выражена дилатация правых отделов сердца, легочная гипертензия, то есть сердце раздувается, поскольку проход крови через легкие невозможен. Увеличение дозы кликсана довольно серьезное. Вот. При дефекации 29-го еще один эпизод болей в левой половине. Ну, и это моя уже консультация 30-го, 10-го. Я сказал, что, наверное, надо ставить все-таки каофильтр, потому что антикоагулянты не справляются. Я не очень уверен в чистоте эксперимента, потому что, конечно, антикоагулянты шли то так, то эдак, то малые дозы, то большие, то правильно, то неправильно. Но в данном случае, напомню, 37 лет даме, мы решили, что все-таки надо устанавливать каофильтр. Вот здесь вы видите перерыв вены, да, вот четко все видно, вот нитеобразная вена, и вот она идет дальше. Вот. И, соответственно, вот тромбоэмбол сидит в легочной артерии. Конечно, мы еще раз подтверждаем, что антикоагулянтная терапия – это метод выбора. Но что делать? В данном случае были показания, потому что антикоагулянтную терапию мы сочли неэффективной. Продолжалось подсыпание тромбоэмболий. Эмбол, тромб, простите, уже находился в полной вене далеко, и, в общем-то, мы не могли поддержать, так сказать, это больное с помощью антикоагулянта. Надо сказать, что каофильтры чаще всего устанавливаются без убедительных показаний, хотя сосудистые хирурги сегодня все об этом знают, но, к сожалению, продолжается вакханалия, я бы сказал, установки каофильтра. И вторая тема, что каофильтр нужно быстро убирать, очень короткое время, то есть его ставят на определенное короткое время, и затем его нужно убрать, потому что на нем на самом начинается тромбообразование, с него тоже начинается подсыпание тромбов легких. Вот, поэтому он не устраняет риск тромбоэмболии в краткосрочном периоде, ну, а в долгосрочном вообще не показана его эффективность. Вот, поэтому развивается массивный тромбоз вокруг фильтра, и дальше начинается тромбоз нижней полной вены, соответственно, со всеми симптомами, которые свойственны тромбозу нижней полной вены. Ничего хорошего в этом нет. Поэтому фильтр – это крик отчаяния, еще раз повторюсь, и это должно быть очень кратковременным методом воздействия. Ну, и заключая свое сегодняшнее выступление, я хочу сказать, что мы, конечно, немножко педалируем эту тему, говоря о том, что все болезни от тромбов, потому что действительно тромбозы – это очень частое проявление самых разнообразных заболеваний, и вопросы тромбоэмболизма мы будем обсуждать и далее. Мы не случайно просто так стали говорить о правильной антикоагулянтной комплексной терапии исключения свежезамороженной плазмы, плазмофореза при коронавирусной инфекции, потому что мы хорошо этой темой владеем уже многие десятки лет. Это тема, которой мы готовы делиться и с другими. Вот. Инсульт на 80% – это тромботические осложнения, тромбоэмболия – это битч-операции, инфаркт – это тромбоз коронарных сосудов, сахарный диабет – это микромакроангиопатии, сосудистые тромбозы, опухоли – 40% смертей – это тромботические проблемы, метастазы вызывают тромбозы, хронические болезни все сопровождаются микроциркуляторными нарушениями, и, наконец, сегодня мы четко должны понимать, что все инфекционные заболевания, все как один, они все сопровождаются ДВС-синдромом, активацией свертываний, и, соответственно, увеличивают риск развития тромботических тяжелых осложнений. Мы сейчас не говорим про микроциркуляторные нарушения, они обязательно присутствуют при всех инфекциях, это стопроцентный их признак. Ну и, собственно говоря, на этом я заканчиваю выступление.